Мы находимся в городе Верхняя Салда Свердловской области. Он хорошо известен во всем мире, ведь здесь находится крупнейшее на планете предприятие по производству изделий из титана и его сплавов. Без салдинского титана не поднялись бы в воздух ни Боинги, ни аэробусы. Не говоря уже о наших российских самолетах. А с недавних пор Верхняя Салда стала известна в театральном и киномире. Ведь здесь родился, провел детство и юность талантливый молодой драматург Василий Сигарев. Василий Сигарев родился 11 января 1977 года. Драматург, кинорежиссер. Окончил Екатеринбургский театральный институт. Его пьесы ставились в театрах России, Великобритании, Германии, Норвегии, Болгарии, Португалии, Сербии, Польше. Лауреат нескольких десятков российских и международных премий в области театра и кино. Здравствуйте, Василий. Меня Евгений зовут. Очень приятно. Пойдем? Да. Экскурсия по вашему родному городу. История Верхней Салды тесно связана с деятельностью знаменитых промышленников Демидовых, которые построили здесь чугуноплавильный и железоделательный завод. И с тех пор от завода зависит судьба всего города. Именно его жители стали прообразами героев многих пьес Василия Сигарева. Василий, если я не ошибаюсь, это именно тот дом, в котором вы выросли? Да, еще с двумя братьями и с родителями. Как-то так вообще совершенно случайно сюда попали, в этот дом. Мать как-то умудрилась выменять здесь квартиру. Попали в окружение таких начальствующих и барствующих людей. Начальство завода, сплошные какие-то шишки всякие. Кем работали ваши родители? Мать работала на птичнике, птичнице. Отец на заводе электрик. То есть рабочий крестьянка. И как-то так нас не приняли сразу, что мы оказались не в своей тарелочке. И в итоге, честно сказать, пьеса «Пластилин» из-за этого и родилась. Когда ты находишься во враждебном тебе мире, как идея такая, идея не твоего мира, в котором ты должен жить. Идея какого-то чужого мира. «Пластилин» стал первой пьесой Василия Сигарева, которая получила мировую известность. Сегодня она идет во многих театрах Европы. Ну-ка, повернулись. Сейчас еще. Быстро, быстро. Сейчас жили Трилл Иванович. Быстро, я сказала. Теперь ты. А я еще не все. В этом доме жили многие из тех, о ком сочинял свои пьесы Сигарев. Он описывал реальные, на первый взгляд даже скучные житейские истории. Такой сосед, некоторый там, комаров пытался как-то подставить однажды, чтобы мы съехали отсюда. Ну, в итоге все равно съехали. А как подставить? Подставить? Ну, попросил открыть ему квартиру. Он якобы забыл ключи, я залез к нему на балкон. Тут стояло еще такое сооружение какое-то от магазина. В итоге, а там оказались менты за дверью, когда я открыл квартиру. Ну, никто меня не догадал. В 2002 году за пьесу «Пластилин» Василий Сигарев удостоился престижной британской театральной награды Evening Standard Theater Award, как самый многообещающий драматург. Спасибо моим родителям, что они меня такого родили. Дурака. Василий, вот в одном из своих интервью вы сказали, что быдло – это мы. Что вы имели в виду? Ну, потому что быдлом всегда называют народ. Такой, который не умный, но мудрый. И как-то так я себя к народу отношу. Поэтому быдло – это я, да. Благодаря его таланту, обычные бытовые конфликты вдруг стали интересны миллионам зрителей во всем мире. Закрытая школа. Вы сюда ходили, получается, да? Да, ну, как бы третья школа у меня уже, потому что мы постоянно по городу переезжали, и вот в четвертом классе я сюда поступил, ну, как бы сознательный как раз. Вот такой период школьный здесь прошел весь. А часто вы возвращаетесь в этот город? И вообще тянет ли вас сюда вернуться? Честно сказать, я его боюсь. Почему? Не знаю, какое-то такое накопленное чувство страха. А когда приезжаете, куда вы почитаете ходить? Я к матери хожу, и все. Вот я вас угощаю, передали. Пожалуйста. Это с грибами, это мами. Лидия Васильевна, расскажите, вот, когда Василий был маленький, вы уже понимали, что у вас растет человек творческий? Я не понимала, что творческий, но какой-то особенный. Он из троих у меня какой-то особенный был. А в чем это выражалось? Даже в поведении. Что он не такой, как все дети был. Он, во-первых, меня не напрягал никогда. Он такой хороший мальчик, Рос. Василий Сигарев начал писать рассказы уже в детстве. И даже пытался публиковать их в местных журналах. Он писал, мне кажется, с самого-самого, только он мне не показывал. Он ужасики всякие писал. А потом, в 14 лет я только узнала, мы поехали в Екатеринбург. Он сбегал в издательство и унес свое произведение. Первое, может быть, которое он хотел опубликовать. Конечно, скрывал это все. На всеобщее обозрение он никому не показывал. Профессионалом, я думаю, он не хотел становиться. Он хотел стать хирургом. Наверное, у Сигарева были задатки хирурга. По крайней мере, несколько раз ему приходилось спасать жизнь другим людям. Да я много кого спасал. Я одного зашил даже алкаша с ножевым ранением. Иду по улице ночью, в Нижнем Тагиле идет пьяный, со своей подружкой нас подрезали. Я говорю, давайте к вам. Налил ему туда водки. Так засунул палец, вот столько зашло, неглубоко. Неси нитки, я ему зашил обычной иголкой. А обычной же тоже можно зашить. Но медицинского образования Василию Сигареву получить так и не удалось. Пасло. По сочинениям не прошел он. Так расстраивался, что он не прошел по конкурсу. Я говорю, Вася, не расстраивайся, может быть, это к лучшим. В 1998 году мы вместе поступили на курс к Николаю Кольде в театральный институт, на факультет литературное творчество. Где-то пьесы с третьей у нас на курсе появился профессиональный настоящий драматург, который, в общем-то, и до сих пор в России, я считаю, один из лучших российских драматургов. Его родной город буквально состоит из тех мест, которые он, так или иначе, описывает в своих пьесах. Герои Сигарева неожиданно для самого автора начинают говорить голосами и фразами его земляков, которые ходили по этим улицам и жили в этих дворах. Честно говоря, вот там дом такой находится, зеленый, пятиэтажный, хрущевка. Вот я всегда у меня удивление вызывал, почему он там стоит, так в одиночестве. Он для меня послужил таким толчком для написания пьесы «Божьи коровки возвращаются на землю». То есть он такой главный герой этой пьесы. Дом на краю города. Ну, там он, за забором, за гаражами видит. А что там? Ладно, дай-ка. Был. Я серьезно. Кладбище там. У нас этот дом, знаешь, как называется? Как? Живые и мертвые. Прикол, да? Тут живые, там мертвые. Или наоборот, сейчас с ним взберешь. Это то место, где вы раньше работали в качестве охранника и писали свои пьесы параллельно? Да, оно и есть, как бы это место. Вот, и там был такой у меня вагончик. У меня там даже как-то у самого украли куртку вместе с документами, пока я спал. А когда не спал, писал пьес. Герои пьесы «Фантомные боли», они так отсюда. Это такие девушки, которые сюда приходили, охранники, которые мои, сменщики были. То есть я здесь, по сути, начинал. Я как-то сижу летом. Вот этим летом дождь как раз был. Я, короче, ковырял проводков, обжег их. Делал технику. А Вова этот, очкастые. Очки свои здесь оставил. Здесь свои очки оставил. Я их нацепил и сижу. Ну, сам с вами прикалываюсь. И кто думает, что входит? Ну, блин, накрашенная с тортов. Вот. Главное, такая с днём рождения, любимый. Василий, вы, наверное, почувствовали себя крутым драматургом, когда начали получать премии. Ну, честно сказать, это же... Пока сам в это не поверишь, ничего, никакие премии тебе не докажут. Да нет, как-то всё для меня было простенько. Вообще, самое главное для меня в этих премиях было, что деньги давали. Потому что можно было бы переехать в Екатеринбург, наконец, купить квартиру. А так все эти премии почему-то ничего не доказывают. И, в принципе, это как бы... Известность-то какая в узких кругах. Здесь, в городе, меня вообще никто не знает. А в Екатеринбурге Сигарева знают хорошо. Он здесь печатался в журналах, учился. На одном из театральных фестивалей, которые проводил его мастер, знаменитый драматург и режиссёр Николай Коляда, он впервые увидел свою будущую жену, Яну Троянову. Правда, знакомство состоялось не сразу. Когда вы встретились впервые, вы знали, кто такой Василий Сигарев? Я, естественно, знала, кто такой Сигарев. Я только не предполагала, какой такой Сигарев. Я поступала, брала из «Чёрного молока» отрывок, когда в театралку поступала. Я надела, я села. Как я смотрю? Я что, я видела, что мне сделает, всё. У меня проблем больше нет. Вот на этой всякой, смотрите. Что мне надо? Спи, чёрт. И надо же было такому случиться, что именно пьеса «Чёрное молоко» свела вместе Василия Сигарева и Яну Троянову. Он впервые как режиссёр ставил спектакль, а она играла в нём свою первую главную роль. Всё равно я не хочу. Пусть. И вы сразу поняли, что вот этот человек, который мне очень близок, интересен? Нет, конечно, нет. Я сразу не понял. Я понял, что это вот актриса, которую я хочу как бы взять на эту роль. Ничего такого сразу не было. Ну, как-то возможно что-то ещё, но нет. Это вообще долгий был процесс. Полгода всё зарождалось. А вы за ней ухаживали? Или Яна проявлял настойчивость? Я проявлял настойчивость, да. Ну, я как бы на правах режиссёра пользовался. Приглашал её везде после репетиции. Ну, это, конечно, да. Режиссёры любят этим воспользоваться. Я, притом, первый раз и сразу же не удержался от согласных. Всё ещё шли репетиции чёрного молока, а мы уже вместе. И вдруг происходит какой-то сбой. И я подумала, что так, а мне, наверное, показалось. Я себе всё придумала, что вот встретился тот самый. И так однажды вышла с репетиции, просто шла домой. И не заметила, что он идёт за мной. Потом он меня откликнул. Я повернулась, так на него смотрела. А он мне говорит, ты что, дура, что ли? Всё, а мне больше от него ничего не надо, да? То есть вот он сказал эту фразу. И я поняла, что да, я не ошибалась о том, что мы встретились. Я ошиблась о том, что я засомневалась. Он вообще молчун. Он никогда ни с кем не разговаривал. Особенно раньше он такой замкнутый был. И я Васю постепенно, первые годы, учила с людьми общаться. Я увидела влюблённого в Васю, любящего. Я увидела, как Васю на самом деле может любить. Это уже был какой-то такой мудрый, взрослый. Ну вот какой-то... Это уже не мальчик, но муж. У нас нет слов дурацких о любви. Мы не распыляемся на слова. Мы живём вместе. Когда Василия Сигарева выгнали из театра, где он репетировал «Чёрное молоко», то Яна, не задумываясь, ушла вместе с ними. Был у Вас такой эпизод, что в какой-то момент даже не верили, что Вы станете режиссёром. Как раз Яна Вас тогда поддержала. Да, ну когда вот нас выгнали из первого театра, я вышел на улицу. Мы вдвоём вышли. Я ей говорю, ну чё, неужели так и не стану режиссёром-то? Она говорит, станешь, и на следующий день пошла, договорилась с театром «Кукол», и мы уже там репетируем. Доводишь постоянно. Нервные плетки, и, впрочем, не восстанавливается. Вот и страхимся, и будем опять, как манекены, всё в кофе. Когда я ставил сам «Чёрное молоко», я очень много текста вымарал оттуда, потому что вот на конкретных актёров, на конкретную ситуацию, и вообще на конкретное видение спектакля это никак не ложилось. Я вот там, как бы, это было там излишне пафосно, или ещё что-то. Ну, и прям как-то... Мне никогда вообще не жалко текст. Самое главное, чтобы спектакль был хороший, или фильм хороший. Текст – это всего лишь повод для режиссёра что-то сделать. Василий Сигарев написал около 30 пьес. Их много и охотно ставят в разных театрах и отмечают литературными премиями. Сегодня Сигарев считается одним из самых кассовых российских драматургов. Почему вы решили в итоге заняться кино? У вас же всё получалось в театре прекрасное, и плесы ваши по всему миру расходились. Если бы у меня была возможность сразу заняться кино, я бы сразу занялся кино. Потому что, ну, я в театре был... В театр попал первый раз на премьеру своей первой пьесы. Я не театральный совсем человек, потому что, ну, во-первых, я вырос в городе, где нет театра. А кино-то, видеосалоны были кругом. В кинотеатрах у нас тогда ещё показывали какие-то фильмы. Однажды в Америке, допустим, я смотрел тут раз 20. Ну, кино как бы ближе к такому трудовому народу, как вид искусства. А в театре вас что не устраивает? В театре меня не устраивает. У меня на самом деле просто нет с детства привитой какой-то к нему любви. И вот так как-то внезапно она, боюсь, что уже не появится, чтобы сильнее кино. Короткометражный фильм «Сахар», снятый по мотивам стихотворения французского поэта Поля Элюара, стал первой лентой Сигарева. Я купил там свет, камеру, за зиму сняли там по 10 секунд в день. Выставляли свет по полночи, потому что снимали только когда стемнеет, там, как бы такая история ночная. Василий был в фильме и за режиссёра, и за оператора. А на единственную роль он пригласил свою жену, Яну Троянову. В общем, как сказали бы сегодня, это был малобюджетный фильм. Для меня это даже не фильм короткометражный, потому что там он такой в сонетной форме выдержан. А вот ещё по вашему произведению, которое называется «Детектор уложей», тоже ведь ставили полнометражный фильм, да? Я на кинопоиске этому фильму поставил единицу. Единственное, что я могу про него сказать, я просто его даже досмотреть не смог. То есть это какое-то редкостное. Ты же клялся, божился, что за 450 рублей мне это платье в сумме покупал. Очень жалко, что мы пьесу так испортили. Ну, никогда не угадаешь, кому отдавать. Своими словами актёры просто импровизируют. Я им сказал, что если бы вы работали по тексту, у вас бы гораздо лучше получилось, потому что там есть какая-то энергия, ну, по крайней мере, я её вижу. Энергия слова. Музыка какая-то в этом есть. Фильм «Волчок» стал первым полнометражным игровым фильмом Василия Сигарева. Он снял его по собственному же сценарию. Умираю. Это рассказ о том, как мать, пытаясь устроить свою личную жизнь, снова и снова бежит от единственной дочери в поисках очередной любви. По мнению Василия Сигарева, сегодня даже в благополучных семьях происходит воспитание пищей и одеждой. Накормить ребёнка, одеть, отправить в школу и всё. Но при этом такие родители думают, какие же мы классные, с ума можно сойти. А потом это равнодушие передаётся следующему поколению. Кто-то считает, что это очень жестоко мы поступили со зрителем, да, показав эту историю. Но на самом деле с людьми надо жёстко. Вот чтобы они что-то поняли или оценили. Сигарев однажды вообще сказал, что нужно палкой по голове. Чтоб что-то человек в жизни заценил. Особенно кого-то. Гуляет она! Сплавила и гуляет! Тебе кто-то нанимался, думаешь? Во! Видала? А когда вы посмотрели «Волчок», вот какая была ваша первая реакция на этот фильм? Он же был такой непростой, довольно жёсткий. Ну, жёсткий. Ну, я удивилась. Я в реале, я не знаю, я такое не встречала. Не думала, что такое может произойти. Такое-то, да, абсолютно зло получалось, да, Покортина? Фильм «Волчок» получил более десяти престижных кинопремий в России, Германии, Швейцарии, Болгарии, Франции и Португалии. Вот у нас очень есть серьёзная вещь в семье. Это когда Вася пишет, мне крайне важно находиться дома. Не мне лично, а ему. И он мне объяснил, что, понимаешь, когда я пишу, мне нужно ни о чём больше не думать. А если ты выйдешь куда-то, я буду о том, где ты. Ну, я буду думать о том, да, где ты. И вот чтобы это выключить, надо, чтобы ты была дома. Последний раз я писал сценарий три месяца, не отходя от стола, от компьютера. И там вообще прям я весь запорширил. Он знает, когда надо выползти из своей норы, схватить кусок мяса и уползти обратно. С бородой. Он её не сбривает, она растёт. Вот. Это такое таинство. И вот поэтому его нельзя нарушать. Потому что всё-таки самым главным творчеством его остаётся – это писать он должен. Ну, это, как бы, говорят, вдохновение, кто-то называет. Я просто сижу до того момента, пока герои сами не начнут между собой разговаривать и жить своей жизнью. А я просто записываю за ним. Я даже не знаю, что в конце сцены они сделают. Могут кого-нибудь пришибить, допустим. С ним очень весело, очень смешно. Он без конца что-то придумывает, сочиняет, даже врет. Вот. И в то же время он так располагает к тому, чтобы поговорить по душам. А он же столько интересного знает. Вы знаете, как я вообще всегда балдеем, когда я его слушаю, у него такие истории. Я поэтому всегда прошу – расскажи, расскажи ещё. А он стесняется всегда, видишь, и поэтому мало вам всем рассказывает. А ещё столько в себе насилия. Про фильм «Волчок» Василия Сигарева многие говорили. Это не про меня. А вот фильм «Жить» касается уже каждого. Это рассказ о встрече человека со смертью, об утрате близкого человека. Через этот опыт рано или поздно проходит каждый из нас. И об этом нельзя говорить на полумере, чего-то боясь. Важно идти до конца. Так считает Василий Сигарев. Вот один нашёл. Мама! С корнем такой. Мама, дебил, там кариес! Идея фильма «Жить», она родилась как раз на этом месте, где мы сейчас находимся. За мной там дом. Я шёл в школу и увидел здесь похороны. Поднялся на второй этаж, там стояли два гроба и лежали два ребёнка. Я увидел глаза матери, сидящей рядом с ними, и вот подумал, как ей жить дальше. Во время съёмок фильма «Жить» режиссёр Василий Сигарев, муж Яны Трояновой, пытался добиться от актрисы нужного психологического состояния. Он сказал ей, «Представь, что меня больше нет. Как ты будешь дальше?» Бывало, Яна по вечерам отправлялась в лес, бродила в одиночестве по сугробам в темноте и представляла, что больше никого нет. И она одна. Это было очень страшно. Я так измучилась, что уже, да, однажды ему сказала, что я не могу больше выходить на площадку, а он мне на это говорит, а я тоже не могу больше. И я поняла, что он оказывается всегда со мной и с каждым актёром в тех состояниях, в которых мы находимся. Вот ему-то как раз, да, ещё тяжелее. Бича! 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 Бича, соня, поднялась! Бича, соня, поднялась! Тема совсем страшная. Я до сих пор, в принципе, не могу силы восстановить, чтобы дальше что-то начать делать. Много высосало всего. А это правда, что после окончания съёмок у членов группы родилось трое детей? Правда. У одного из гримеров с художником по костюмам, у Али Шера, оператора, с художницей-постановщицей, и у Ани Уколовой, актрисы, которая играла беременную, кстати, в фильме. Она тоже родила после съёмок, через какое-то время. Это живот был не настоящий у неё в фильме, а через какое-то время, она была уже беременна, правда, на начальных месяцах. То есть есть какая-то мистика, фильм «Жить» и появляется новая жизнь? Я думаю, ещё есть такое, что когда человек сталкивается, люди, которые на площадке работали, они как бы сталкиваются. Вот с таким материалом в них начинает просыпаться это желание жить и, соответственно, плодиться, размножаться и любить. Там же как бы ещё и пары образовались. Российский драматург Василий Сигарев из Уральской верхней солды вывел на экраны и театральные сцены мира своих земляков. Обычных жителей – Бараков, Коммуналок и Хрущёвов. Часто людей малообразованных и с вредными привычками. Но эти люди обладают одним очень важным для жизни качеством – они умеют любить. Именно за это зрителям и нравятся герои Сигарева. Когда Василию Сигареву говорят, что его фильмы – это чернуха, он отвечает так. Если ты любишь свою родину, то ты пытаешься её изменить, а не показывать со стороны, где она выглядит чуть-чуть лучше. И нет чёрного или светлого кино. Кино бывает только плохим или хорошим. На сегодня всё. С вами был Евгений Кривцов. Моё личное время всегда принадлежит вам. Субтитры подогнал «Симон»